Тема проповеди, над которой мы сегодня будем размышлять, называется «Напрасный труд». Бывает в жизни нашей так, что мы что-то делали, на что-то рассчитывали, старались, и в конечном счете это оказывалось, что это было напрасно. Мы сегодня вместе будем размышлять о том, насколько важно, чтобы в наших жизнях, в наших планах, в наших действиях вместе с нами был Господь. И тогда труд, который мы будем делать, он принесет хороший результат. В Псалме 126, первый стих, написаны такие слова. «Если Господь не сожиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Автор Псалма, когда писал эти слова, он понимал, что если мы, люди, что-то делаем без Господа в нашей жизни, без его воли, это будет напрасно. В английском переводе написано «in vain». Вот это слово «напрасно» – «in vain» – каждому из нас очень сильно не нравится. Кто из нас бы в жизни хотел бы поднял сейчас руку и сказал, что «я готов что-то делать просто так». Каждый из нас мы делаем и ожидаем, что получим результат. Мы идем на работу для чего? Не просто, чтобы поработать, а чтобы в конце месяца или через несколько недель получить зарплату. Мы воспитываем сегодня своих детей и внуков не просто так. Мы ожидаем, что наша работа сегодня поможет нашим детям и внукам в будущем принимать мудрые решения. Давайте будем честны, даже сегодня, когда мы имеем день молитвы, когда мы находимся на этом месте, когда мы молимся, когда мы, может, постимся перед Богом, мы тоже не хотим просто так это делать. И как важно нам сегодня это понимать каждому. Нам неприятно, когда мы что-то делаем, и в результате оказывается, что это было напрасно. Я скажу лично за себя, что я люблю правильно проводить время, и моя жена про это очень хорошо знает. Даже когда у нас бывает выходной день, она уже знает, что за день до выходного я буду ей текстовать месседж. И я ей по пункту пишу месседж про то, что мы будем завтра делать. Я говорю, даже если мы имеем выходной, мы должны знать, как мы его будем проводить. И я где-то 7-8 пунктов каждый раз могу ей написать, и мы знаем, как этот день проводить. И в своем доме, когда я где-то хожу по своему дому, я в шутку люблю говорить своей жене такие два слова. Продуктивность, эффективность. И я помню, я так и много раз говорил, ходил, и один раз я сидел за своим столом, говорю, Надя, нам нужно продуктивно, эффективно жить, правильно использовать время, которое дал нам Бог. И один раз подходит моя маленькая доченька Анетта, которая не так давно научилась вообще говорить, и подходит, говорит, папа, я говорю, что? Она говорит, папа, эффективность, продуктивность. Я сам засмеялся, говорю, как ты такая маленькая, такие слова знаешь. Она говорит, ну пап, ну ты всегда так говоришь, и я такое научилась. Каждый из нас, людей, кто верит Бога или кто не верит Бога, мы хотим, чтобы наша жизнь была не напрасна. Но, к сожалению, иногда так бывает, что мы прилагаем усилия, отдаем свои деньги, отдаем свое здоровье, и в результате понимаем, что все это было напрасно. Почему так случается? Мы сегодня будем смотреть на примере Библии и на примере пророка Ионы. Каждый из нас знает, что Иона, он был Божьим человеком, и в результате он исполнил волю Божью или нет? Как вы думаете? Исполнил. Но если смотреть на жизнь Ионы, можно увидеть то, что так много вещей, которых он сделал, много действий, которых он сделал до того, как исполнить волю Божью, были, по сути, напрасны. Что же случилось? И почему в нашей жизни случаются напрасные дела? Первый момент, который мы должны заметить, это то, что мы можем делать не то, что нужно. Книга Ионы, первая глава, с первого стиха будем читать. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань и иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господнего. Иона четко слышит указания от самого Господа. Бог говорит, встань и иди в Неневию. И что мы читаем, что было написано? И встал Иона, но вместо того, чтобы делать волю Божью, вместо того, чтобы делать то, что Бог говорит, написано, он встал и пошел в другом направлении. Мне нравится, как в английском переводе написано, he ran away from the Lord. Он встал не для того, чтобы исполнить волю, а чтобы убежать. Сегодня часто похожие моменты могут быть в нашей жизни. Когда Бог нам говорит через Священное Писание. Когда Бог нам говорит через людей, и мы точно знаем, что нужно делать, но мы встаем и идем в другом направлении. И в результате это оказывается, что мы потратили свое время и свою жизнь напрасно. Сегодня Бог четко и ясно говорит, что нам делать. И как важно, чтобы мы слышали Его голос и делали это. Посмотрите, какой интересный факт. Иона встал, чтобы бежать. Мы понимаем, что так часто в нашей жизни бежать, это не очень приятно. Иногда сердце начинает быстрее биться, иногда мы можем потеть. Но написано, что Иона встал. Он не просто сказал, Боже, я не пойду. Он не просто проленился, он начал действие, и написано, Иона бежал от Бога. И нашел корабль. Ему нужно было искать это снова действие. И отдал плату. Он потратил свое время. Он потратил свои деньги, потому что он заплатил за корабль. Он потратил точно свои нервы, потому что его выкинули в море. Три дня просидеть в рыбе, это тоже нервы, это переживания. Мы читаем про то, как он обращался к Богу. И в результате, в конце концов, где оказался Иона? Ниневия. Сегодня в жизни христиан, в жизни нашей, может быть похожий момент. Мы делаем. Мы тратим свое здоровье. Мы тратим свои финансы. Мы тратим свое время. Но тратим не на то, про что говорил нам Бог. Я очень помню такой момент в моей жизни, когда мне было где-то 5 лет. Мне очень сильно он запомнился. И я уже готовился к школе в Украине. И мама мне говорила так, что, Виталик, если ты хочешь идти поиграть в футбол с ребятами на улице, тебе нужно переписать вот такой маленький абзац. Это было буквально несколько слов. Перепиши на другой листок, и ты можешь идти играть в футбол. И я, как сегодня, помню, что вместо того, чтобы сделать то, на что была воля моей мамы, сделать то, что нужно было, за 20 минут я мог 2 часа плакать перед мамой. И говорить, мама, у меня кривые пальцы. Мама, у меня болят пальцы. Мама, я не хочу. И 2 часа плакал перед ней, потом за 20 минут переписал и пошел играть в футбол. Сегодня уже понятно, что это было зря. Так же в нашей жизни, может быть, что мы стараемся делать так, как нам получается, так, как мы видим то, на какое у нас видение жизни, но в результате будет так, как сказал Бог. Насколько важно сегодня, чтобы понимать, что направление более важно за скоростью. Представьте, что мы сегодня находимся в городе Джексон-Вилл, Флорида, и нам нужно ехать где-то на север, в Каролину, но мы заправляем свой бензин, мы тратим время, и мы едем где-то на юг Флориды. Неважно, насколько быстро мы будем ехать. Неважно, насколько мы много времени потратим. Если не то направление, цель будет не достигнута. Неважно, сколько усилий потрачено. Если не то направление, цель не будет достигнута. Как важно сегодня каждому из нас пересмотреть свое сердце. Может, мы сегодня что-то делаем. Может, делаем даже и для Бога, считаем. Может, мы сегодня воспитываем своих детей. Может, мы делаем другие вещи, но не делаем это с волей Божьей правильно, мудро. Как важно сегодня говорить Богу. Бог, говори ко мне. Я хочу жить по Твоей воле. Следующий момент, который мы с вами посмотрим, почему в нашей жизни бывает напрасный труд, это то, что мы решаем дела так, как сами считаем правильно. Ионы, 1 глава, 4 стих, читаем дальше. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить ее от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигнет нас эта беда. И бросим жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им, «Я, еврей, чту Господа Бога Небес, отворившего море и сушу». И устрашились страхом великим, и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали, что эти люди, что он бежал от лица Господнего так, как он сам объявил им. И сказали ему, «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Когда они спросили у Ионы, что нужно было делать, они получили ответ или нет? Конкретно получили ответ. Он говорит, «Возьмите меня, киньте, и решится проблема». Но мы читаем, что дальше было написано 13 стих. «Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Но эти люди начали усиленно грести, потому что море бушевало против них». В английском переводе написано «Even wilder than before». Море после того, как они начали усиленно грести, было «Even wilder», более дико, более бушующе. В нашей жизни могут быть напрасны дела, потому что мы решаем так, как сами считаем. Мы прочитали то, что написано, «Эти люди в этой панике, в переживаниях начинают выбрасывать свои вещи». Знаете, может, когда они выбросили ее, но они вспомнили за свои вещи. Зачем мы выбрасывали вещи? Не в вещах был вопрос. Они начинают более сильно грести, но Бог делает так, что море начинает еще сильнее бушевать. Сегодня в нашей жизни может быть тоже похожая ситуация, когда мы решаем дела так, как сами считаем правильно. И нам Бог уже подсказывает, нам Бог уже говорит, но мы стараемся как-то помочь своими силами, как нам важно понимать, что это не поможет в нашей жизни. Как это может случиться сегодня в каждом из нас? Как может случиться так, что мы что-то делаем, но в результате окажется, что это был напрасный труд? Это может быть в той ситуации, если, например, человек, который верит в Бога, имеет грех, но хочет благословения от Бога. Представьте, что человек просит перед Богом на коленях, «Боже, благослови меня», но в тот же момент он допускает грех. Эта молитва может быть напрасна. Мы сегодня можем молиться за своих детей, за своих внуков, перед Богом, даже, может, часами, но если мы своим детям, своим внукам не показываем любовь, не приучаем их к Библии, к Слову Божьему, не приучаем их к любви, к церкви, наша молитва, наши часы могут быть напрасны. Как еще может быть в жизни христианина, что мы что-то делаем, а в результате оказывается напрасно? Мы можем делать то, что не наше. Когда мы беремся за то, что не говорил нам Бог, за то, что по сути не наше, оно будет напрасно. Я помню ситуацию, я жил в городе, в центре, и у нас в Украине, в городе Хмельницком была дача, где мы выращивали разные продукты, и мне от повара поступила задача, чтобы я поехал, сел на маршрутку, на автобус, и за много километров поехал на огород и привез укроп. Каждый из вас, я думаю, понимает, как выглядит укроп. И я, как послушный член семьи, сел и много километров поехал за этим укропом. Но проблема была в том, что я не понимал, что и укроп, и морква, она очень сильно похожа. Я взялся не за то, что было мое. Вот здесь есть, даже чуть-чуть можем рассмотреть, как оно выглядит. Я старался. Я потратил свои деньги, как потратил Иона, который отдал свои деньги за корабль. Я потратил свое время, потому что я сел на автобус и поехал. Я старался, как мог. Я вырвал, посмотрел, что растет укроп. Я не заметил, что в земле была красная морква. Я ее не видел. Нарвал этой морквы и привез на суп. В результате повар посмотрел, даже ему смешно было меня ругать. Мы вместе посмеялись, и суп не приготовился. сегодня, когда мы что-то делаем, как важно просить у Бога, чтобы этот труд, он был не напрасный. Мы можем активно даже служить Богу. И помните, как написано в Библии, в один момент человек услышит от Бога, я никогда не знал тебя. Мы сегодня, стоя перед Богом, должны просить у Бога мудрости, чтобы наша жизнь имела хороший результат. Опасность напрасный дел в том, что когда человек что-то делает, вспомните свои чувства, когда вы что-то делали в своей жизни, на что-то надеялись, и в результате не получилось. Мы расстраивались. Некоторые люди даже могут попадать в депрессию. И опасность напрасного труда в том, что мы можем что-то делать, и в результате окажется, что все было зря. Экклезиаст в первой главе говорит такие слова. Суета, сует, сказал экклезиаст. Суета, сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которым трудился он, он под солнцем. Экклезиаст, который имел мудрость от Бога, он смотрит на много вещей и говорит, что толку, что столько много переделано, а в конце это все не нужно. И с одной стороны, мы все понимаем, что экклезиаст мудрый, он был прав. Но мне больше нравится, как сказал духовный апостол Павло. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен перед Господом. Будьте тверды, будьте непоколебимы, потому что то, что вы сегодня делаете, в том, чем вы сегодня находитесь, оно нечтетно перед Богом. Давайте вместе скажем славу нашему Богу. Как важно сегодня в нашей жизни, чтобы мы просили страха Божьего, мудрости Его, для того, чтобы правильно жить, чтобы наши действия в результате не оказались напрасными. Начинали мы сегодня наше слово про напрасный труд из Псалма 161, где написано, что если нет Господа, то все напрасно. И закончить слово хочется Псалом первым, третий стих. «И будет Он праведник, как дерево, посаженный при потоках вод, которые приносят плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет». Во всем, что Он не делает, Он успеет, и труд будет не напрасен, потому что с Ним Бог. ценность жизни с Христом есть то, что в наших действиях, в наших планах, в наших мечтах есть Господь, который управляет нашей жизнью. Я хотел бы, чтобы мы стали сейчас на наши ноги, мы будем иметь молитву. Если смотреть на историю Ионы, его благословение было в том, что он сделал много напрасных дел, он потратил свои деньги, он потратил свое здоровье, он потратил свое время, но Бог ему дал второй шанс, и Он научитился в Ниневе. Мы сегодня должны понимать в своей жизни, что мы имеем шанс от Бога. И даже если до сегодняшнего времени мы что-то делали не так, сегодня есть время сказать, Боже, я хочу больше мудрости, Боже, я хочу больше твоего страха, от которого будет моя мудрость для того, чтобы правильно жить на этой земле. Давайте сейчас обратимся к Богу в молитве. Дорогой Отец Небесный, мы сегодня стоим перед Тобой, и мы знаем, что Ты среди нас на этом месте. Мы знаем все то, что мы имеем в своей жизни. Мудрость, благословение, все, что мы имеем, это от Тебя. Мы понимаем, что без Тебя мы ничто. Мы понимаем, что наши дела, наши действия, наши планы, без Тебя, они не имеют никакой ценности. И поэтому мы сегодня просим от Тебя, Боже, благослови каждого из нас. Дай нам мудрости сегодня, чтобы мы правильно жили. Дай нам мудрости сегодня, чтобы мы не просто так учили своих детей, чтобы мы не просто так говорили им о Боге, но показывали это своей жизнью, для того, чтобы это был не напрасный труд. Благослови сегодня, чтобы мы не просто так проживали на этой жизни, но чтобы мы сегодня могли правильно использовать те таланты, которые Ты дал нам. Мы согнуждаемся, Боже, чтобы Ты нам давал сегодня мудрости. Так часто нам не хватает ее. Мы понимаем, что вся мудрость от Тебя, и мы просим, благослови нас, будь с нами. Мы Тебя любим, дорогой Отец, что Ты сегодня вместе с нами, что Ты нас ведешь, что Ты строишь нашу жизнь, что Ты в наших делах, Ты в наших семьях, Ты наш Бог. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь.